Пешеходы и шофёры, правила дорожного движения. Мультфильмы и игры, загадки и стихи. На такой урок детвора приходят с удовольствием, но за видимым весельем скрывается серьёзная работа. На уроке безопасности, который проводится в 5-й видновской школе, присутствует 96 учеников 2-х классов. Ребята, правильно ответившие на вопросы и выполнившие задания, будут получать жетоны. В конце нашего путешествия мы определим лучшего знатока правил дорожного движения. В отличие от обычных занятий, желают ответить на вопрос абсолютно все. Уже на первых заданиях ребята демонстрируют неплохое знание правил дорожного движения, что неудивительно. В этом учебном заведении их изучение проходит на постоянной основе. Эти занятия проходят с 1-го по 11-й класс. То, что они обучали в прошлом году, они сегодня показали именно на этой игре. Игры чередуются с выступлениями сотрудника госавтоинспекции. Особое внимание знакам и правилам, которые должен знать каждый участник дорожного движения. Слезаем с велосипеда, берем его за руль и переходим наш пешеходный переход ножками и везем с собой велосипед. В игру превращается рассказ о том, как важно использовать одежду и аксессуары со светоотражающими элементами. Когда у нас темно, вечером, вот эти полосочки делают нас на дорогах яркими и виденными. Смотрите, как защелкивается браслетик на ручке, да? И удобно его можно носить на любую курточку одеть. Стоит отметить, что сотрудники госавтоинспекции лишь гости на этом уроке, который полностью подготовлен силами учеников и преподавателей. Это инициатива школьная, поскольку у нас есть организация ЮИД, в которой я, кстати говоря, только первый год. И мы стараемся, детей привлекаем и развлекаем, обучаем данными занятиями. Несмотря на то, что подобные уроки в учебных заведениях проходят постоянно, печальная статистика показывает, повторение правил дорожного движения лишним не бывает. Обращаюсь внимание к нашим водителям на всех пешеходных переходах, которые расположены рядом с образовательными учреждениями, с детскими поликлиниками, с остановками. Будьте внимательными, бдительными. Таким образом, подобный урок безопасности полезен не только детям, но и взрослым. Максим Козлов, Владимир Вижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.